В Санкт-Петербурге в седьмой раз прошел ежегодный общероссийский фестиваль инклюзивного детского и молодежного кино «Волшебный фонарь». Организатор фестиваля – общество святителя Иоасафа с 90-х годов, оказывающее помощь детям, находящимся в больницах. Фестивальные мероприятия продлились три дня. На события побывали наши петербургские коллеги. Работы на фестивале летели со всех концов нашей огромной родины. Выбрать лучшее оказалось не так просто. Из года в год неуклонно растет и количество, и качество представляемых на конкурс фильмов. Я вдруг обнаружил, что ребята делают очень неплохое кино. Я профессиональный режиссер игрового кино и телевидения, и меня это безумно порадовало. Я не просто стал смотреть фильмы, а смотреть их как-то немного по-другому, понимая, что в отличие от просто режиссеров, этим ребятам нужно значительно больше энергии, а талант у них, безусловно, есть. Волшебный фонарь – скорее не соревновательное событие, а повод для встречи единомышленников, для проявления своего таланта. И главная победа здесь – над собой. В этом году был специальный приз девушки, которая много лет, ну, пятый год принимает участие в фестивале, и мы помним ее работы первые, совсем неумелые, трогательные. И сейчас ее картина, ее работа выглядит очень профессиональной. Одно из призовых мест досталось фильму, рассказывающему о том, как православие помогает людям с особенностями. Судьба меня свела с талантливым оператором Денисом Гречушкиным. И я ему рассказала про свою давнюю идею снять фильм о храмах, которые существуют в психоневрологических интернатах города Санкт-Петербурга и в детских домах. Что такое религия? Зачем людям с ментальными особенностями, как они верят? Некоторые не умеют читать, не умеют говорить. Как они принимают веру? Что она им дает? Молодые люди и дети, запертые в несовершенных телах, скованных недугом и ничуть не обделены талантами. Например, обладатель гран-при прошлогоднего фестиваля Татьяна Чурзина – талантливый кинематографист с режиссерским образованием, которое – второе высшее в ее жизни. Сделала мультфильм «Надежда». Деньги добывала сама, шар не помогал. Вот она на Тавриде, высший грант с этим мультфильмом, еще с проектом мультфильма. Вот эти деньги помогли ей сделать. Она сама находила себе команду. И ребята настолько загорелись вот этой работой, что они готовы были бесплатно работать. В этом году награждение победителей прошло на сцене одного из старейших театров Санкт-Петербурга – Александринского. А ведь зарождался фестиваль, начиная с простой идеи – разнообразить досуг детей, лежащих в больницах. Наша организация «Общество святителя Иосафа» помогает детям, проходящим длительное лечение в больнице. И мы занимаемся с ними различными методами арт-терапии. И в процессе работы мы поняли, что дети больше всего любят мультики, любят делать мультики, любят кино. И поэтому мы стали с детьми делать мультфильмы. В седьмой раз фестиваль «Волшебный фонарь» доказывает – любые ограничения преодолеваются духом. Главное – дерзать.